В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Будущее города, области и страны зависит от тебя самого. К такому выводу пришли молодые люди на форуме молодежи. В нем принял участие и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Самой животрепещущей темой стала реформа местного самоуправления. Молодые люди, которые особенно остро чувствуют веяние нового времени, не остались равнодушны к этому вопросу. Экспериментальный испытательный комплекс Трифсгау. Сейчас здесь ученые и студенты работают над аппаратом АЭС-2. Он будет выведен на орбиту с космодрома Восточный. Спутник второго поколения будет обладать более широкими возможностями, в частности вести дистанционное зондирование Земли. Поэтому особые требования по чистоте. Поэтому ребят здесь учат технологии испытания и сборки этих аппаратов, чтобы в процессе обучения, уже непосредственно придя, могли поучаствовать и в разработке проекта, и в разработке конструкции. Здесь же студенты Аэрокоса занимаются созданием перспективных наноспутников. Глава региона принял решение выделить 5 миллионов рублей из резервного фонда на дальнейшее развитие проекта. После знакомства с работой молодых ученых Николай Меркушкин принял участие в работе форума молодежного актива «Самары». Главной темой стала реформа местного самоуправления. Лично мне не безразлично, какой мой двор, какая территория в моем дворе. Именно сейчас у нас есть с вами возможность активно показать, что мы, молодые граждане «Самары», действительно можем, хотим и желаем принимать участие в этой созидательной, позитивной работе. Команду «Созидание» должны сформировать сами самарцы, отметил и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Именно от молодых людей зависит будущее, как области, так и страны. Мы бы хотели в каждом районном совете двух-трех видеть молодых людей, чтобы участвовали в этом процессе. И были представители не чьих-то там групп, а были посланцами своих вузов, предприятий, организаций молодежных. Губернатор Николай Меркушкин обратился к молодежи с призывом выдвинуть людей, которые уже зарекомендовали себя конкретными делами на пользу города, и поддержать их кандидатуры на выборах в районные советы 13 сентября. Марина Матвеевшина, Максим Гузев, События. В регионе среди сотрудников СМИ должно быть как можно больше неравнодушных к общественной жизни. Такой вывод сделал главный полицейский Самарской области Сергей Солодовников на встрече с журналистами. Побеседовать с начальником регионального главка со всей губернии съехались редакторы и корреспонденты районных газет и телеканалов. Только сообща можно добиться высоких результатов, заявил начальник областного главка Сергей Солодовников на встрече с редакторами областных газет. В беседе с журналистами речь шла о реформе местного самоуправления, качестве работ полиции и взаимодействии правоохранительных органов со средствами массовой информации. По словам главного полицейского области, освещать деятельность стражей закона нужно повсеместно, чтобы жители региона знали, что их безопасность в надежных руках. Всем своим руководителям я ставлю задачу. Вот, например, раскрыли преступление хорошее, значит, подключите сразу средства массовой информации местные СМИ, дайте хорошее интервью, дайте ролики, или если едете на хорошее интересное задержание, возьмите их с собой. На встрече с журналистами сотрудников СМИ призвали вступать в общественные советы микрорайонов и как можно активнее заниматься освещением их работы. Например, наша рабочая группа по СМИ, она должна собраться для первого раза в наше видение. В чем наша задача журналистов, как грамотно освещать деятельность и управление, и общественного совета в том числе. По словам начальника областного главка, если сегодня в каждом районе губернии все структуры и ведомства возьмут в свои руки общественную жизнь, уже завтра начнутся перемены к лучшему. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В Самаре вынесли приговор двум бывшим спортсменам, Самвелу Карапетяну и Сандро Базаеву, которые проходили по делу об избиении сотрудника городской администрации Дениса Ильина. Мужчину жестоко избили в марте на улице Галактионовской во дворе департамента Патрепрынка. Обвиняемых приговорили к отбыванию наказаний в колонии-поселении. Карапетян пробудет в колонии шесть месяцев, его сообщник Базаев – пять. Однако им защитутся те четыре месяца, которые они уже провели под стражей. Депутат городской думы Владимир Сюсин взят с поличным при получении взятки в размере более одного миллиона рублей. По информации Следственного комитета Самарской области, деньги депутат получил от предпринимателя Кировского района города за общее покровительство. Сейчас по этому факту проводится проверка. Данный материал сейчас будет передан в Следственный комитет, который примет, соответственно, процессуальное решение. Одно могу сказать, что для меня представление депутата любого уровня представляется как участие его в обеспечении жизнедеятельности нашего общества и служения своему народу. Вот он этому принципу изменил. И неприкасаемых, я уже повторял, Самарской области не будет. Ситуацию прокомментировал председатель городской думы Александр Фетисов. Далее цитата. Если человек не чист на руку, он должен быть наказан. Перед законом все равны. Я надеюсь, что следственные органы проведут тщательное расследование, установят все обстоятельства по данному делу и примут законные решения. Мы все заинтересованы во всестороннем разбирательстве, и я призываю не делать преждевременных выводов. Общественники и активисты помогут прокуратуре в выявлении мест, где распространяют наркотики или же организовывают наркопритоны. Активисты напрямую общаются с жителями домов, которые недовольны столь неблагоприятным соседством. Совместная работа позволит усилить эффективность работы по борьбе с наркоманией в городе, считают сотрудники правоохранительных органов. Представители общественных советов микрорайонов, председатели ТОСов, советов многоквартирных домов, порой даже лучше сотрудников правоохранительных органов знают, что происходит во дворах, в подъездах, на улицах. Душой радеют за благополучие и спокойствие в их районах. Сотрудничество с активистами налаживает прокуратура. Работу по противодействию наркомании будут строить именно на основе обращений жителей. Общественников просят сообщать о нехороших квартирах и фактах распространения запрещенных веществ. Мы собрали, в широком смысле, слово говоря, общественные советского района для того, чтобы ориентировать их на информирование правоохранительных органов о фактах употребления наркотиков, о фактах создания притонов и любых негативных явлений в этой сфере. Я думаю, что совместными усилиями правоохранительных органов и общественности мы поборем это негативное явление. Несколько проблемных адресов, где торгуют смертью, были названы на встрече в администрации советского района. В ближайшее время туда нагрянут правоохранительные органы. Общественные советы уже активно работают над профилактикой наркомании собственными силами, общаются с жителями и проводят профилактические беседы с молодежью. Наша цель общественников – все-таки вести здоровый образ жизни. Мы встречаемся с населением. Для нашего общественного совета Слободской это кипящий самовар, чай, ну и, конечно, вот такие вот 50-х годов застолья небольшие. Ну и вот подтягиваем к себе молодежь для здорового образа жизни. Впрочем, как отмечают и общественники, и представители прокуратуры, положительная тенденция уже наметилась. За несколько месяцев заметно снизилась уличная преступность и количество нетрезвых людей во дворах. Причина – усиленное патрулирование города полицейскими и добровольными дружинниками. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. С 1 июля вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые касаются не только водителей, но и пешеходов. Теперь при переходе дороги за городом в темное время суток пешеход должен быть одет в светоотражающий жилет, либо в одежду со световозвращающими элементами. В противном случае придется платить штраф. ДТП без пострадавших теперь можно оформлять без участия полиции, а в случае, если машины мешают движению, даже нужно убрать их с дороги, иначе придется раскошелиться. Ужесточилось наказание и за пьяную езду. Водители, повторно задержанные в нетрезвом состоянии, рискуют лишиться прав на три года или свободы на срок до двух лет. Специально для самарцев Управление Федеральной налоговой службы России по Самарской области разработало справочник по имущественным налогам. С его помощью можно точно узнать, какие налоги подлежат уплате, в какой срок и в каком размере. Также для самарцев организована работа справочной службы. Специалисты по телефону помогут сориентироваться в нюансах налогообложения. Телефон справочной службы УФНС России по Самарской области 846-279-4131. Самар разближается с Африкой. В областную столицу с визитом прибыл посол Бенина Габриэль Качёфа. В Самаре посол не впервые, последний визит был 7 лет назад. О том, как изменился город и какие перспективы сотрудничества открываются между Россией и Африканской республикой, обсудили на встрече с первым заместителем главы администрации Самары Виктором Кудряшовым. Жемчужина России на Большой реке. Мощный промышленный, культурный и образовательный центр. У Самары огромный потенциал для сотрудничества, уверены иностранные гости. Посол Республики Бенин Габриэль Качёфа предложил расширить сотрудничество. Промышленность, экология, культура. Особенно интересна сфера образования. Самарские вузы стали настоящей кузницей кадров для студентов из Африки. Здесь получили образование многие высококлассные специалисты Южного континента. Полномочный посол Бенина предложил Самаре стать городом-партнёром с одним из городов Республики. Мы заинтересованы. Я как посоль своей страны, человек, который много лет живёт здесь, который знает практически весь потенциал Российской Федерации, потенциал каждого города. Я очень заинтересованы, чтобы мы между Самарой и, может быть, не Бенином целом найдём какой-то город. Я даже догадываю, чтобы мы установили какие-то отношения. Городские власти идею усиления сотрудничества с Республикой Бенин поддерживают. Наиболее эффективным сотрудничеством оно является на уровне городов. По крайней мере, это начало дальнейшего такого большого сотрудничества в многих сферах. Поэтому было бы очень интересно, например, тоже обсудить, может быть, ваши предложения, ну, может быть, при следующей встрече. Посол Бенина предложил также организовать учёбу по обмену для учеников школ Самары и Бенина. Чтобы подробно ознакомиться с возможностями африканской страны, Республику Бенин посетит Самарская делегация, в которую войдут представители бизнес-сообщества и преподаватели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Благоустройство территории, капитальный ремонт домов и добросовестная работа управляющих компаний – это основные вопросы, с которыми жители Самарского района областной столицы идут на общественные слушания, проходящие во всём городе в рамках проекта «На связи с губернатором». Подробнее расскажет наш корреспондент. Самарский район – исторический центр города. Местные жители уверены, чтобы было чем гордиться, порядок здесь необходимо поддерживать постоянно. Двор 69-го дома по улице Льва Толстого. В начале года бывшая управляющая компания проводила здесь аварийные работы по замене труб центрального отопления. В итоге сделали, но асфальтовые покрытия в первоначальный вид так и не привели. Теперь любой дождь для жителей – испытание. По двору приходится прибираться чуть ли не вплавь, сетует Людмила Тютюнникова. Надеется, что благодаря общественным слушаниям и поддержке общественного совета проблему удастся решить. Мы будем надеяться, что это всё-таки что-то изменится, наверное. Будем надеяться, всё-таки какие-то идут преобразования, видимо, наверное, что-то будет, какое-то улучшение. Обратят внимание на старую часть Самары. Впрочем, говорят члены общественных советов, неразрешимых проблем нет. Главное – не сидеть сложа руки, рассказывать о наболевшем и искать пути решений совместными усилиями. Впрочем, жители, которым не безразлична судьба района, готовы предложить и свою помощь. Очень приличное количество граждан готовы что-то сделать сами. Ну, например, посадить клумбу или покрасить во дворе стены. Нет волшебника, который, знаете, придёт и всё нам изменит. Мне кажется, от каждого жителя города зависит, чтобы его жизнь улучшить. Просто нужно ему что-то делать. На общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут не просто озвучить все накопившиеся вопросы, но и наметить пути их решения. Главное, чтобы помимо членов общественного совета в таких встречах принимало участие как можно больше активных жителей района. Марина Матвеевшина, Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Ему бы исполнилось 100 лет. Этим летом легендарный самарский режиссёр отмечал бы вековой юбилей, которого всё театральное сообщество ожидало и к которому готовилось. В 2013-м мастер умер. Сегодня коллеги, друзья, поклонники и представители городских властей пришли к знаменитому дому архитектора, почтить память Петра Львовича Монастырского. Лицо с благородным профилем на углу Чапаевской и Вилоновской наблюдает за городом уже год. Мемориальная доска Петру Монастырскому – дань уважения. В день памяти легендарного режиссёра его вдова благодарит всех, кто пришёл. Единственное, что я могу сказать, слова, конечно, благодарности. Его помнят, но это самое главное. Что ещё мне надо? Каждый раз прохожу, здороваюсь, иду на работу. Иду с работы, вот и всё. Он был диктатором и сатрапом. С ним нельзя было спорить. Он контролировал всё, что происходило в театре. Ничто не могло ускользнуть от его зоркого глаза. Иван Морозов пришёл в театр в 60-м, сразу после института. Монастырского уже заранее боялся, как огня. Оказалось, что зря верил слухам. Работать с легендой было хоть и трудно, но увлекательно. Он мало хвалил, мало хвалил. Единственное, я помню, оптимистическое трагедие. Он пригласил из Воронежа крепкого, хорошего парня. И мы играли в параллель. Я проговорил свой монолог. Всё, пошло, всё. Из зала кричит – молодец! Прошлым летом в память о самарской легенде открыли мемориальную табличку. Благоустроили сквер имени Петра Львовича, через который полвека он ходил на работу в драматический театр. В городской администрации обещают, что в скором времени в сквере появится бюст Монастырского. А пока в День памяти возлагают цветы возле знаменитого дома. Сама фамилия Монастырского на афише, мне кажется, являлась залогом того, что зритель может увидеть интересное, умное, такое трогающее за душу представление. И, конечно же, всегда на его спектакле был отшлаг. Я думаю, все ожидания зрителя, они всегда оправдались. Это тех работ, которые нам подарил Петр Львович Монастырский. Петра Львовича помнят, любят и уважают. Память о нем хранится и передается новому поколению. В этом году Петру Монастырскому исполнилось бы сто лет. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Теплоход с ветеранами, который неделю назад отправился вверх по Волге, вернулся на Самарскую землю. Более двухсот защитников Отечества, тружеников тыла и детей фронта побывали в семидневном круизе. Почетные туристы посетили шесть городов на Верхней Волге. На берегу ветеранов встречала наша съемочная группа. В благодарность за мирное небо круиз по Волге. В честь 70-летия Великой Победы военные песни. Более двухсот самарских ветеранов вернулись из путешествия по главной водной артерии России. За последний месяц это уже второе путешествие почетных туристов по российским городам. В мае ветераны ходили до Волгограда. У нас кроме участников инвалидов Великой Отечественной войны еще присутствуют ветераны тружинки тыла, вдовы, то есть все остальные категории, которые мы не забрали прошлым рейсом. На прошлом рейсе даже была ситуация, когда выяснилось, что очень много ветеранов никогда не ходили на теплоход. Ада Матвеевна Коптьева войну встретила ребенком. Ее детство украли голод и холод блокадного Ленинграда. Пережив ужас фашистского окружения, сегодня активно занимается патриотическим воспитанием. Говорит, дети с ее лекцией никогда не уходят равнодушными. Планета наша большая, это наша родина, а есть еще самая маленькая родина. Это вот наша Самара, допустим, наша семья, наша мама. Если у каждого своя мама, вот точно так же у каждого своя родина. Это единственная наша родина, которую мы любим, которой мы гордимся. Примечательно, что поездка выпала на ту дату, которая навсегда оставила кровавый след в сердцах ветеранов первый день войны, 22 июня. Мы помним, что главные победители в Великой Отечественной войне, те, которые шли в атаку с начала войны, они отдали свою жизнь за нашу родину. На пути следования самарских ветеранов семь волжских городов. Первая остановка – в Чистополе. Городе, который во время войны стал центром культурной жизни страны. Здесь жили в эвакуации Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Фадеев. К вечному огню туристы возложили цветы. Далее ветераны отправились на экскурсию в Елабугу. Затем в Чайковский. Кульминацией стало посещение Перми, где представители Самарской администрации и общественных организаций встретились с участниками местного совета ветеранов. Взяв курс на Самару, почетные туристы посетили Нижнекамск и Ульяновск. Мы плывем, природа, вот Волга такая огромная, теперь Кама, не отличишь даже это такая же, в общем, отношения отличные, забота. Спустя неделю теплоход Федор Достоевский на берегу встречали родственники и близкие ветеранов. Сами туристы отметили посетить города необъятной России лучшая благодарность от потомков. Все поклонники авторской песни попадут на заветную грушу. Железнодорожники обновили расписание электричек из Самары до платформы имени Валерия Грушина. Новое удобное расписание будет действовать со 2 по 5 июля. В день будет отправляться 6-7 поездов. Самара перестала быть похожей на Сахару. В областной столице прошел долгожданный дождь. Осадки в городе не выпадали несколько недель. Температура на улице достигала 40 градусов. Теперь к радости самарцев погода все-таки сжалилась над утомленными солнцем горожанами. Телеканал Самара ГИС теперь доступен жителям микрорайона Крутые Ключи и коттеджного поселка Ударник. Настройте первый городской телеканал в цифровой сети ЭГС Телеком. И это все городские новости к этому часу. А у меня еще новости экономики. Экономические взгляды правительства крайне просты. Все, что движется, обложить налогами. Если оно и после этого движется, регламентировать. А если уже не движется, то надо субсидировать. А вообще падение ВВП России ускорилось. В мае оно составило 4,9%. Причина в сокращении промышленного производства и спаде инвестиционного и потребительского спроса. Промышленность в стране упала на 5,5%. Причем сектор обработки просел сразу на 8,3%. Потребительский спрос упал почти на 10%. Единственным драйвером роста остаются государственные инвестиции, но и в этом секторе намечается снижение расходов. Бюджет на ближайшие годы будет снижен на 10%. И несмотря на это, Министерство экономического развития России ожидает роста в четвертом квартале. Интересно, за счет чего? Дед Мороз пару заводов построит. Министерство промышленности и торговли отчиталось о результатах начавшейся 15 мая программе льготного автолизинга. Россияне приобрели в рамках программы более 4,5 тысяч автомобилей. При этом только за неделю с 15 по 21 июня лизинговые компании, участвующие в программе, заключили 985 договоров. Программа льготного автолизинга предусматривает возмещение 10% от стоимости автомобиля из федерального бюджета. Руководство Евросоюза всерьез задумалось о запрете селфи на фоне местных достопримечательностей. Авторы закона считают, что публикация фотографий достопримечательностей является прямым нарушением авторских прав. Из-за данной инициативы туристам возможно придется получать разрешение на съемку памятников, даже если они выступают в качестве фона. Однако данная инициатива должна коснуться не самих фотографий, а их публикации в соцсетях. Для этого даже создадут фейсбук полицию. Интересно, на чем сидят европейские депутаты? У кого спрашивать разрешение на фото возле Колизея? У императора Веспасиана, но он помер в 79 году нашей эры. После таких предложений наша депутат Кожевникова просто верх благоразумия? Российский фондовый рынок открылся в минусе около нуля. Индекс ММВБ на отметке 1654 пункта. В аутсайдерах бумаги Полюс Золото, Русгидро, Префы Транснефти, Башнефти и обыкновенные акции Ростелекома. Среди лидеров роста акции Мечела, МТС, Новотека, ФСКЕС и Преты Татнефти. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. По-прежнему на мировые рынки оказывает давление ситуация вокруг Греции. Инвесторы ждут референдума в стране, который назначен на 5 июля и реагирует на новость о том, что Афины так и не произвели платеж по кредиту МВФ. Вчера на рынках Старого Света преобладали продажи. Торги на американском фондовом рынке завершились в зеленой зоне. Курс доллара на 1 июля 55,84 рубля Курс евро 62,38 рубля Золот стоит 2109 рублей за грамм Серебро стоит 28,19 рубля Цена нефтемарки Бренд 62,75 доллара за баррель На сегодня это все. Удачи в делах и соблюдайте европейские авторские права. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok